Так вот, тема сегодняшнего, тема нашей сурочной беседы, я хочу предложить такой сборный, такой монолог, точнее, некий такой спич и реприку такого сборного человека. Она собрана из разных мнений, людей разного пола, возраста, от 20 до 60, которые я посмотрел где-то, подслушивал, где-то, может быть, в кафе, собраны из разных разговоров с нами знакомые, присланы в письмах, еще как-то. Ну, звучит примерно так. Хочу назваться в СССР. Хочу в тогда, где можно было свободно мыслить, где можно было мыслить на философские, научные темы, высказывать теории, проследование человека, религии, философии, безопасности быть зарезанными религиозными фанатиками. Где верующие ходили в церковь, а попы не тащили закон Божий в общеобразовательные учреждения. Где школьники точно имели базовый комплекс знаний, не отягощенных ересью. Ну, вот, к примеру, цитата из школьного учебника, из современного учебника истории. Декабристы сильно затормозили развитие России от 20 лет назад. Где человек из Молдовы или Грузии мог без проблем приехать в Уфу, Москву или Новосибирск, чтобы учиться в Узе. Где таджики не были рабами, где можно было пить боржоми, грузинское вино и молдавский коньяк. Где каждый почти знал, что будет с ним завтра. Почти каждый почти знал. Вот примерно такая тема. Внешний интернационализм. Да, действительно, цены были. Да, действительно, люди были как бы добрее, теплее друг другу. Да, 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 да. Но нет. Одно большое нет. Потому что не было базового человеческого свойства, принципа, не знаю, свободы. Свободы не было. Поэтому все эти вещи, они результат неестественного развития общества, которое работает на определенном промежутке. Это вопрос масштаба. Да, вот мы, условно говоря, 70 лет продержались в этой парадигме. Но чего она стоит, если за последующие 2, 3, 4, 5 все разрушилось? Чего стоит эта крепость Уз, этот интернационализм, если вдруг выяснилось, что мы начинаем вести себя как черт знает кто? Как только появилась так называемая свобода, все встало на свои места. Доктор? Я вообще не понимаю, о чем речь идет. У меня такое ощущение, что... Может, этот текст отдать? Да, наверное. Лучше водочки. Потому что этот текст, который ты сейчас прочел, у меня такое ощущение, что его писали люди, которые в СССР вообще не жили. А что тут объясняться? Кто это говорит, что можно было свободно высказывать свои научные взгляды? Нет, как вообще... Нет, потому что он говорит, что в СССР можно было и перечислять. Из того, что он перечисляет, вообще ничего нельзя было этого делать. Потому что был комитет государственной безопасности. Да, но не было человек, который придет к твоему подъезду, но вид тем, может... Да вполне он был. За религию придет к подъезду... Почему за религию не было? Будь внимателен, будь внимателен к тексту. Притом, если ты внимателен и слушаешь, ты слышишь. Определяются определенные конкретные претензии ко времени. Сейчас действительно есть люди, конкретные люди с именами и фамилиями, которые получили по морде, а то и сильнее, не именно за счет того, что высказывались на религиозных взглядах. За то, что ты высказываешь антикоммунистические идеи, например, или идеи какие-то, которые противоречат христианству с точки зрения того, кто блядит морду. Какая принципиальная разница? Хорошо нельзя было в Советском Союзе получить в морду за то, что ты говорил, что Бог есть. Нельзя было за это получить в морду. Но можно было получить совсем за другой и едва ли не с большей скоростью, чем нынче получают за то, что ты мусульманин или не мусульманин. Я вообще не считаю это неким критерием каким-то. Мне все равно, за что мне бьют морду. Либо за то, что я говорю, что Аллах – это плохая идея, или за то, что я говорю, что генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза – идиот. Мне все равно, за что меня сажают в тюрьму или бьют ножом. Поэтому я совершенно не согласен с самой оценкой критериальности, которая тут высказывается. В Советском Союзе, по моему личному опыту, вообще ничего было нельзя. Нельзя было высказывать идеи, которые не находятся в мейнстриме социума. Нельзя было, как Саша совершенно справедливо говорит, проявлять хоть какую-то личностную свободу. Нельзя было свободно дискутировать на философски-религиозные темы. В церковь, кстати, ходить тоже было нельзя. Это ты кому-то другому расскажешь, только не мне. Это я тебе расскажу про себя. А, про себя она может быть. Потому что человек, который был замечен в том, что он зашел в церковь, легко вылетал из комсомола. И таких примеров было масса. Нет, вообще я в нем никогда не был. А я был. И я, например, знаю, и поскольку абсолютное большинство людей было в комсомоле, просто вынуждены были это делать, они туда не стремились. Но была некая обязаловка. Поэтому я знаю достаточно много примеров людей, которые были исключены из комсомола и из партии, за то, что их видели один раз. А ты сейчас про 50-е, 60-е расскажешь? Нет, про 70-е. Не знаю. Ну, я-то знаю. Нет, здесь я готов в Киеве присоединиться, потому что я участвую в институте, а это было середина 80-х, был на волосок от этого. Когда меня увидели на еврейском празднике в синагоге, ходили специальные такие оперотряды, от каждого вуза, смотреть на своих евреев, которые позволяют, молодых, естественно, которые приходили на самые такие массово известные праздники еврейские. Совершенно верные. И там просто танцевали. А теперь поедем дальше, с Вашего разрешения. Интернационализм. Никакого интернационализма в Советском Союзе не было и в помине. Он был частью идеологии, он насаждался. Людей заставляли быть интернационалистами, скучительно на словах. На самом деле, Советский Союз никогда единым государством не был вообще. Я объездил его весь. Я прекрасно знаю, что, например, в Средней Азии ненавидели русских. Прибалтики ненавидели русских. Русские, в свою очередь, всегда были готовы, пусть и в полголоса, но сказать «чурка», «черножопый». Я прекрасно помню, как в Советском Союзе выходцев с Кавказа называли «звери». Какой вообще интернационализм? О чем речь? Такое ощущение, что люди, которые написали этот текст, жили в телевизоре, а не в реальной жизни. Или на страницах газеты «Известия и правды» они жили, но никак не в реальной жизни. Я больше даже скажу. Я, например, достаточно внимательно в своем время читал очень много книг и знаю, что в царской России интернационализм был, хотя бы уже потому, что ни у кого в паспорте не было написано «русский», «татарин», «еврей», а в паспорте было написано «вероисповедание». Мер, одна небольшая реплика. Ты сейчас говоришь по поводу того, что в Средней Азии не навидели русский царь. Да. Ну, лет-то не лет, конечно. Я там был просто много раз на гастролях. На гастролях. Да. И я видел просто отношения местных людей к той части населения, которые... Кому, которые же местными людьми? Ну, я, например, Чирджоу. Я прекрасно помню обстановку, которая в конце 80-х годов царила. Не били, так сказать, не били русских только потому, что боялись. Как только перестали бояться, немедленно начали бить. Поэтому я не видел, я лично не видел в Советском Союзе ни малейшего интернационализма. Но я, если можно, дальше, да? Очень часто говорят, хочу назад в СССР, потому что была бесплатная медицина и здравоохранительная. Я надеюсь, я не должен расшифровывать этот банальный тезис. Уже каждый гражданин СССР получал 9% своей зарплаты. 9%. Все остальные деньги уходили в том числе и на оплату здравоохранения, и на оплату образования. Поэтому что конкретно тянет человека в Советский Союз, кроме дикой тоски по безответственности, вот единственное, что мы можем... По так называемой спокойной жизни. ...жизни, да, которая называется безответственность. Вот там был пассаж, ты знал, что с тобой будет послезавтра? Послезавтра, да? Вот это правильно, да. Почему не менялось? Безусловно, ничего не менялось. Ты ничего не решал. За тебя все решали компетентные органы. Поэтому ты шел по накатанной, так сказать, клее, которая замечательно была отражена в знаменитом анекдоте. Может ли сын генерала стать маршалом? Нет, не может, потому что у маршала есть свой сын. Вот ты рождался в Советском Союзе в определенной социальной клее. То есть была парадигма коридора. Совершенно верно. И ты знал, что шаг влево, шаг вправо, за незримые стенки коридора, который тебе определен самой судьбой, этот шаг у тебя не получится. За редчайшим исключением. Поэтому лично я, ну, естественно, когда я был ребенком, когда мне было 14 лет, я гордился тем, что я жил в СССР, я считал его самой сильной, самой прекрасной державой. Но когда я стал взрослым человеком, я понял, что я живу в концлагере. И отношения мои... Вот в этом вся штука. Дело в том, что люди, написавшие письмо, о котором сказал Андрей, не письмо, а создавшие этот образ, это люди, которые в своей жизни, видимо, не касались всех тех ее сторон, о которых ты сейчас говоришь. Это прошло мимо них. Очевидно. И таких людей было огромное количество. Огромное количество. Я их поздравляю. И они совершенно искренне, поэтому считают, что это именно такое, как они ее называли. Конечно, да. То есть практически, как она была в телевизоре и на страницах правды. Совершенно верно. Об этом гениально сказал Жванецкий. Чужих машин не видел, запорожец вот такой. То есть ты... Тут есть еще другая в этом плане тема. Это, ну, если разбираешься по куточкам, образование. Вот образование. Образование, учебники, само образование, как таковой набор предметов, будем так говорить, доступных, все изменения и так далее. Ну, мы частично говорили на эту тему, но все равно. Смотри, на мой взгляд, есть две крайности. В Советском Союзе была крайность левого толка. То есть учебник был один для всех, написанный раз и навсегда. И выходить за его, так сказать, обложки, ты не имел права. То есть если ты, читая учебник, был не согласен с этим... Да, простите, не могу не перебить. Да, да, да. Просто существовали, мне кажется, две категории. Учебник и учитель. И эти вещи иногда не пересекаются. Да, очень часто. И при этом всегда страдал учитель. И учитель давал то самое очень сильное образование, те, кому повезло. Да, да. Потому что учебник... Да. Совершенно верно. Но я-то еще знал и тех, которые понесли тяжкое наказание за то, что говорили следующую фразу. Я рекомендую ходить на мои лекции. Говорили нам достаточно часто в институте. Потому что те, кто будет сдавать экзамен по учебнику, получат два шара. Как сексуальное звучит. И я, да, и я знал учителей, которые пострадали за эту фразу. Особенно, если эта фраза была произнесена не на уроке, скажем, патологической анатомии, а была произнесена, скажем, на паре по политэкономии и социализму. Ну да, но ты уже обузовском образовался. Обузовском. Мы все-таки школьные более характерные. Я школьным могу сказать. У меня был историк, который требовал, чтобы мы записывали за ним, а не учились по учебнику новейшей истории, которая у нас лежала в портфеле. Я пришел домой и сказал это папе. Мой папа нахмурил брови. Ну, мой-то папа нахмурил брови. А, видимо, кто-то из наших одноклассников сказал это... Нахмурил что-то другое. ...кторый нахмурил что-то другое. И у нас преподавателя этого не стало через три месяца. Нам было сказано, что он ехал в командировку. Значит, это вот крайний левый фланг. Когда ты не мог выйти за границу обложки учебника. Сейчас мы наблюдаем... То есть у нас, понимаете, у нас как? У нас всегда есть только две стороны жизни в России. Или тирания, или бардак. Значит, когда ты не можешь выйти за обложки учебника, это тирания. Но сейчас у нас бардак. Когда учебники пишут все на букву «ф», и один пишет, что Сталин был эффективный менеджер, а другой пишет, что Сталин был палач. И несчастный школьник никак не может понять, по какому учебнику ему учебник. Может ли быть палач эффективный менеджер? Совершенно верно. И выясняется, что может. Потому что... Потому что это Россия, к сожалению. Нет, потому что если палач максимально удобно и эффективно оборудовал свое место работы и пользуется орудиями труда с максимальной эффективностью, разве он не эффективный менеджер? Понимаешь? То есть тот палач, который одним топором может отрубить за час двадцать голов, он лучше того, который четыре азов совершенно летит. А самое главное, при том, что он моет руки с мылом и щеткой. И успевает, заметь, да. И остается любимым. То есть сейчас просто фаза бардака, что не менее отвратительно, чем фаза тирании. Поэтому я, так сказать, возвращаясь к теме, я хочу сказать, что я рад, что Советского Союза не существует. Другое дело, что самим по себе исчезновением Советского Союза тема России как концлагеря не исчерпывается, к сожалению. Но это уже наши проблемы, внутренние. Значит, я рад, что Советского Союза нет. И я туда-назад не хочу. И вот эта вот деланная, самому себе рассказанная сказка о стабильности существования и предсказуемости бытия, она, как правило, сопровождает, Саша, совершенно прав, людей, которые не сталкивались никогда с иной стороной жизни. То есть, понимаешь, в чем дело? Я тут тебе хочу очень невольно, но, может быть, эффективно менеджерски перебить. Давай. Есть такое понятие «человек бытовой». Их 90%. Конечно. Их вот все, что ты говоришь, абсолютно не касалось. Я знаю. Их абсолютно не надо плевать. Но они знаешь, что знали? Они что, они стоят 120-140 рублей получают регулярно. На эти деньги они съедают в Сочи. На эти деньги они спокойно купят себе какую-то одежонку, они купят свою колбасу, там, или сынайдут ее, конечно, и так далее. Понимаешь, мы же говорим в основном об этих людях, их большинство. Нет, я не... Не вас, партийных диссидентов, так волновало говорить про какой-то КПСС, там, или про какой-то переходить в синагогу. Это вообще мало... Свобода у нас волновала. Нет, нет, ты прав, Андрюш. Ощущения. Андрюш, кто пишет подкасты для кого? Мы здесь высказываем свое мнение. Разные люди. Нет, нет, здесь нет за столом человека. А жаль. Может быть. Но так называемого бытовика здесь нет. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены в этом подкасте осветить одну точку зрения. Точку зрения людей, которых необходимость получать неизбежность, получать всю жизнь одну и ту же зарплату в одни и те же дни, ездить в одни и те же места в одно и то же время, и считать это благом, меня это оскорбляло всегда. Не хочу я получать всю жизнь 120, ездить на одном поезде, на одной и той же полке в одно и то же место, кушать там одну и ту же еду и смотреть на одну и ту же точку. Не хочу. Ё, вот поэтому давай оговоримся, что этого не хочет отдельно взятый тихий. Конечно. Мы так говорим, понимаешь, я всегда уже акцентировал внимание. Это некий собранный образ человека. Я согласен. Причем я по этому поводу неоднократно говорил. Меня удивляет, что зачастую какие-то ностальгические чувства испытывают люди, как можно 20 лет, к примеру. Здесь есть и такие. То есть это генетика? Не обязательно. Это может быть даже какие-то книжки, как вот люди любят Америку и ни разу там не будут, предположим, к примеру. Или там что-нибудь другое, Аргентину. Любят ни разу там не будут. Да, да. Но есть некий образ. Ты мало общаешься с людьми. Наверное. Они любят образ. Все то, что слышали об Америке. Да, да, да. То есть они любят джинсы на самом деле и думают, что это Америке. Ну, да. Или любят, предположим, что там, не знаю, чебуречную СССР. Или думают, что это СССР. Например, я поэтому и говорю, что на самом деле мы говорим о человеке бытовом. Мы говорим о большинстве людей, именно из которых и складывается страна. Ну, понятно. То есть в этом плане человек понимал, что у него не очень большие проблемы отдать ребенка в садик. Они есть, но они не очень большие, они решаемые чаще всего. Многие вещи ему просто вообще оплатят, там, как-то поддержат. Что ребенка в школу 1 сентября, да вообще не вопрос. А теперь у нас с новыми законами ты вообще еще попробуй отдай. Особенно если ты, не дай бог, как говорится, переехал из одного района в другой или в другой город. По новому закону ты просто не уставаешь ребенка в школу, в принципе, да. Или, предположим, там с вузовским образованием. То есть у тебя нету огромного прайса, то шанс твои поступить, ну, мизерин. Даже как бы мизерин, как бы ты не это самое, не хорошо не учился. Я могу перечислять именно с точки зрения человека бытового 90%. Согласен. Именно вот это мы называемым Советским Союзом. Им плевать была какая пропаганда. Здесь путаница. И очень многих разница между пропагандой теперешнего ВКПБ и того ВКПБ не очень большая для большинства человеков бытовых. Я согласен. Но это путаница, Андрюш. Путаница не путаница. Путаница называется так. Тирания – это порядок, а свобода – это бардак. Люди путают совершенно разные вещи. Теплое – совсем не обязательно твердое. А холодное – совсем не обязательно жидкое. Значит, если человеку дают свободу, это не означает свободу гадить, это не означает свободу воровать, это не означает свободу убивать, свобода, как это ни странно может быть прозвучит, для 90% так называемых бытовых людей, свобода настоящая. Это и есть порядок. Потому что свобода на самом деле – это ответственность. Просто вдруг выяснилось, что для них, бытовиков, она вообще не нужна. Вот именно. Вот. Волшебное дело. Именно то, о чем мы неоднократно говорили. Она вообще не нужна. Оказывается, человек в 21 веке вполне может быть несвободен. И не чувствует в этом никаких вообще заболеваний. Ты знаешь, Саша, я их не могу в этом упрекать. Никто не упрекает. Нет, нет, нет. Никто не упрекает. Это два разных мира. Это, знаешь, обрека нет. Два мира, два шапира. Они такими созданы. Вот именно. Что теперь сделать? Человек вообще мало в чем можно упрекать. Ну, честно говоря. На самом деле, наш социум, вот несчастный, да, он поэтому никак и не консолидируется в некую целенаправленную, боевую, в хорошем смысле слова, массу и структуру. Потому что он внутренне, внутренне подвластен дикому раздрайву. Да. Он состоит из людей... Вообще в этом все дело и есть. Конечно. В этом все дело. Он состоит из людей, внутренний вектор развития которых направлен в разные стороны. Одни не хотят ни за что отвечать, их абсолютное большинство, а другие хотят за все отвечать, их абсолютное меньшинство. Но они тоже хотят жить здесь. Ну, многие из них. Да, скажем так. Да. И беда заключается в том, что они хотят жить здесь. Я, например, считаю, что Россия была бы счастливой страной. Если бы все, кто хочет отвечать, уехали отсюда. Почему? Я тебе объясню. Почему она стала бы счастливой? Потому что она была бы монолитной. Да. Она была бы внутренне монолитной. Саша, если в одном бараке живет 90 рабов и 10 не рабов. Ну, подожди. Дестворимы просто. Нет, они портят настроение. На их рожи противно смотреть. Они бубнят, зудят. Они постоянно открывают в бараке окна. Они портят остальным 90% обычный распорядок жизни. И эти 90% им говорят, слышь, выйди из барака отсюда вообще. Возьми свой тюфяк. Постели себе его там вот на лужайке. Не занимай эти нары. Эти нары предназначены для людей, которые хотят порядка. А ты вечно жаждешь бардака. Ну, вали отсюда. Ну, Юр, я просто думаю, что наличие этих 10%, как это не странно, как это не дико звучит, обеспечивает 90% порядок в их понимании. Они этого не понимают. Каким-то странным, мистическим образом. Они этого не понимают. Они не понимают. И не хотят понимать. Ну, просто я и говорю тебе, они... Я и говорю. Ты говоришь, что надо, чтобы они правильно... Надо думать не об этих 10%, а об этих 90% остальнических. Их должно быть комфортно. Вот. Я хотел бы 90%... Не могу-то я хотеть. Я хотел бы... Они работают прекрасно. Вот я хотел бы, чтобы эти 90%, которые хотят в СССР, наконец, уже были предоставлены сами себе. Я бы хотел дать им волю, свободу. Я хотел бы, мучительно хотел бы, чтобы они, наконец, жили так, как хотят жить. Чтобы никто не ходил на марше миллионов и миллиардов. Чтобы никто не писал возмутительных статей в, так сказать, средствах массовой информации. Чтобы никто не корчил рожей. Чтобы эти люди ездили годами в одно и то же место, получали одну и ту же зарплату, спали на одних и тех же нарах, носили одни и те же штаны, и были бы уже, наконец, счастливы. Вот тогда Россия, наконец, получила бы. Ну, видишь, выясняется, что это экономически невозможно. Почему это возможно? Ну, знаете, господа, диссидент, я вас переверну. Я давеча посмотрел удивительную передачу, которую не смотрел почти никогда. Называется «На честный понедельник». Она была в записи с февраля, говори про подобную тему. И там был небезызвестный рабочий торпезник, по-моему, из переместа, если не ошибаюсь. Да, да, который кричал, да, да, да. Потому что нет, было два, один из Нижнего Дагила, другой из Перми, я не путаю. Из Перми кричал в Екатеринбурге за Путина. Да, 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 торпезника был. Знаешь, что-то удивительная вещь там, потому что кто-то говорил, не помню кто, кто-то из блогеров приглашенных говорил о том, что как бы вот там здорово, чтобы... Они говорили про праздники, про отмену праздников. Неплохо бы сделать выбор, что если человеку нужны праздники, он ходит на работу, не нужны, не ходит. Торпезник говорил, это, говорит, невозможно. Потому что, говорит, это же, говорит, вы не знаете, как работает завод, нужно все либо ходить, либо не ходить. И я, говорит, просто, говорит, не люблю праздники, говорит, трапезников, потому что, говорит, мы работаем на бригадном подряде, говорит. И если, я, говорит, на третьем-четвертом дне понимаю, что мне не нравится январь, потому что я на себе ощущаю. Это, как раз, в твоем разговоре о постоянстве, это, говорит, человек, который является ультра-супер-пупер-мега-коммунистом, да? Так на здоровье, я об этом и говорю. Я не про здоровье сейчас говорю, я говорю, о нездоровье. То есть, я говорю, понимаешь, ты, как раз, ты говоришь, что мне кажется, что тут есть некоторые штуки такие, как вот, предположим, коммунисты, да? Они, вроде бы, говорят о коммунистических идеалах, да, там все эти зюгановские партии, но при этом они, наверное, уже не хотят остаться с той частью капитализма, который они почувствовали на себе. Я не знаю, я считаю, вот смотрите, вот есть такой пример. Я в Америке не был, Саша, ты меня поправишь, если я вру. Почему американский социум выступает, так сказать, в нашем представлении неким, ну, по большей части монолитным, единым социумом, который движется в определенном консолидированном направлении? Да. По одной простой причине. И Фильфа Петров писали, что каждый американец хочет быть миллионером. Это их национальная идея. Вот 99% людей, живущих в Америке, хотят быть миллионерами. Правильно? Социум любой другой страны консолидирован, и страна развивается, и государство движется в каком-то консолидированном направлении, если абсолютное большинство людей, населяющих государство, придерживаются одного социального мейнстрима. Ну да, пусть даже не сформулированного. Абсолютно. Но, тем не менее, одновременно. Никого подспугивала. Совершенно верно. Совершенно верно. Почему Россия не может никуда сдвинуться и вечно торчит в одной точке? Да поэтому. У нас вечный раздрай. Абсолютное большинство хочет одного, и мизерное количество людей хочет совсем другого. И беда в том, Андрей совершенно прав, что это мизерное количество людей, к сожалению, и есть творческая часть социума. Это у них в руках интеллект, это у них в руках воля, это у них в руках силы. Поэтому та часть людей, которая способна двигать страну вперед, ненавидима большинством людей, которые не хотят. Не хотят. Значит, что надо сделать? Вот я считаю, я еще хочу сказать, вопрос эмиграции из России, это в конце концов вопрос спокойного, консолидированного решения, которое принимает творческая часть населения России. Люди, которые обладают интеллектом, импульсом к творческому развитию, должны сказать, я здесь не угоден, но не нужен я здесь, ребят. Все, что я говорю, противно большинству населения. Я должен отсюда уехать и дать этим людям спокойно жить, как они хотят. И, так сказать, не нужно рассуждать, что Россия погибнет тогда. Погибнет, погибнет, они хотят этого, пусть они гибнут. Но зачем вы, не желая гибнуть, пытаетесь столкнуть с места асфальтовый каток, который в гору устремлен? Уезжайте! Ну, это что-то в природе человека. Ну, я, по-моему, это просто Саша не в природе человека, а никто вот этим людям, творческим 10%, не растолковал, что они занимаются делом, которое здесь не нужно никому. Может быть, это так. Мне так кажется. Поэтому я считаю, что вот человек, который написал, хочу называть, в СССР, человеки, люди, без пола и возраста, написавшие, хочу называть, в СССР, «Ребята, ради Бога, возвращайтесь в СССР, приводите в власти коммунистов, сатанистов, я не знаю, у кого». А ты считаешь, что сейчас не коммунисты власти? Понимаешь, слово «коммунисты» на самом деле нуждается в тройной расшифровке, Андрюша. Погоди, я тебе прежде чем сейчас расшифровываю? Не коммунисты у власти, у власти общинники. Погоди, я хочу сразу же, ты только начнешь говорить про общение, хочу сказать, вообще, если мы говорим о коммунистах, как-то таковых, да? Да, их здесь нет. Нет, ну, мы вспомним, во-первых, прежде всего, что коммунисты, те, которые были в 20-х годах, в 40-х годах, в 60-х, и в 70-х, 80-х, это совершенно разные коммунисты. Но называются они коммунисты. Совершенно верно, я об этом и говорю. Просто в 2000-х это тоже коммунисты, просто очередной эволюционный виток коммунистов, я так считаю. Потому что я, предположим, не вижу, чем отличается президент Казахстана, который был при коммунистах, который является им же сейчас, или чем отличаются, грубо говоря, наши президенты, которые при коммунистах же были, хотя и не этим, но все равно в тему себя. Вот в этом-то вся и беда. На самом-то деле, на мой взгляд, на мой взгляд, коммунисты в России никогда у власти не были. Потому что коммунизм, помимо всего прочего, и в основе своей, коммунизм это общество ненасилия. Нет, ну мы же говорим о том, что у нас принято называть коммунизм. Вот именно. Поэтому надо сразу говорить, что речь идет о русском коммунистике. Мы говорим о названии. Поэтому название неправильное. Это не коммунисты, это общинники. Это люди, которые насильственны. Ну, в таком случае, фашисты не фашисты. Потому что то, что у нас изначально под фашизм, никакого отношения к гитаризму не имеют. Не имеют. Поэтому мы не будем прицепляться к словам. Мы говорим о том, что принято называть фашизм, а будем называть коммунизмом. Говорим, как здесь принято, о понятиях. О понятиях. Итак, пускай те, кто хочет по понятиям вернуться в СССР, приводят к власти того, кто им позволит реализовать это возвращение. Но ты хочешь, чтобы это было сделано честно? Привод. Я вообще хочу, чтобы это было сделано. Я очень хочу, чтобы все вернулось взад. Я объясню, почему. Вот про кто? Потому что вот эти 10% людей. Вот я ходил на очередной марш, так сказать, миллиардов. Триллионов. Да, триллионов. Если отделить оттуда вот этих самых, ну, давайте вот на секунду вычленим националистов, там, всех ДССов, сюда. Оставить вот людей, которые из самых лучших побуждений, что называется, туда пришли. Вот я хочу, чтобы эти люди поняли, наконец, что им здесь нечего делать. Им не нужно здесь находиться. Пусть Россия будет той страной, которая хочет быть той страной, которая должна быть. Ты разлюбил Ксению Собчак? А? Я обожаю Ксению Собчак. Но она просто романтик. Привод, что мечтает. Это не то слово. Как можно вообще, это отдельная вообще тема для разговора, Ну, как можно идти в политику и думать, что тебе дома позволят оставить миллион евро? Как это так вообще? Я совершенно этого не понимаю. Это такой романтизм. Самое страшное, ей могут вернуть. Это, а? Самое страшное, ей могут вернуть. Более того, ей обязательно вернут эти деньги. Это ужасно. После чего никто никогда не поверит, что Ксения Анатольевна оппозиционер. Ну, это, ладно, так сказать, фиг с ним. Короче, надо дать волю людям, желающим взад в СССР, построить тут снова СССР. А кто хочет вперед в СССР? Я говорю, тех, кому там 17-20 лет, они хотят вперед в СССР. Они глупенькие. Это генетика. Они вообще ничего не понимают. Это просто мифика. Мы говорим о людях, желание которых вернуться взад в барак, выстрадано. Обдуманно, выстрадано и выношено. И выстрадано. Надо возвращаться туда. И, так сказать, и не надо им мешать. Ну, еще раз вот так вот. Пожалуйста. И не надо им мешать. Строим под барабанный бой. Товарищ майор, ой. Все прекрасно. Полоть, копать, вести траншею. Белавар, Канал, Сталин и так далее. Ура. Сталин, ты умеешь такое? Да, ура. Ура. Ну, я... Ладно, доктор, доктор... Ну, давай. Все еще. Да, да, да. В этой части населения, а я думаю, что люди, исповедующие эту точку зрения, что действительно они хотят вернуться, это все-таки определенная в массе своей возрастная группа. И они постепенно будут уходить. Вопрос, который меня занимает, это кто? Люди с какими мыслями приходят им на смену? Медленно, потихонечку. Тем, кому сейчас 25, а не какие? И трендовые какие, в основном. Которым 35 будет, которым будет 38 и так далее. Они чего хотят? Хотят ли они искренне вернуться туда, о чем они, многие, вообще не имеют представления личного, а только по книгам, рассказам, фильмам и прочее? Или они хотят чего-то другого? Потому что будет так, как они хотят. Можно искать? Через какое-то время, секундочку. Через какое-то время они будут решать или не решать, как не решали их родители, судьбу страны. Не имеется ему. Дай ему сказать, Лондон, дай ему сказать. Сашенька, родной, это невозможно. Невозможно превращение этих новых людей в людей нового типа. Потому что, Сашенька, это генетика. Я напоминаю тебе, значит, собачье сердце. Ну, кроме генетики, есть еще и... Ты помнишь, что он говорит? Да помню, я, конечно. Нет-нет, что говорит профессор Преображенский о Шарикове в смысле алкоголизма. Ты помнишь, да? Да, он говорит, стаж, он говорит, стаж, Клим Чугункин. Понимаешь? Клим Чугункин много-много столетий Клим Чугункин будет здесь править. Ну, хорошо, вот есть Клим Чугункин. У него растет парень. Значит, этот Клим Чугункин живет, допустим, не в деревне, а на окраине Москвы. У него растет парень, который ходит в школу, где другие парни, не все одинаковые, не все одинаковые. И вот появляется там компьютер, iPad. Начинается что-то такое, да? То, что не характерно для людей этого слоя. И это и будто другой жизни некое, да? Это воздействие. Это воздействие. Я не знаю, насколько оно радикально. Но оно как-то там воздействует. Не знаю. Если в этом парне, в сыне Клим Чугункин, он не на 100% Чугункин, а это возможно, то, возможно, какие-то зерна, которые сделают его чуть иным. Ну, возможно. То есть ты говоришь, что обезьяна, которая научилась пользоваться зубной щеткой, уже не обезьяна. Нет, Саша, она обезьяна. Не это решает. Потому что человек, который не обезьяна, может остаться без зубной щетки, но останется человеком. Обезьяну можно одеть в прекрасную американскую одежду, дать ей суперкомпьютер. Можно учить ее прекрасным вещам. Можно делать с ней все, что угодно. Она останется с котом. Это генетика, она не виновата. Не, я понимаю. Я просто думаю... Возможно, мутации. Да. Мутации. Во-первых, мутации. Но, во-первых, мутации спонтанные. Во-вторых, результат спонтанных мутаций в истории к эволюционному процессе нарастает крайне медленно. Занимает тысячелетия. А мы хотим с тобой видеть Россию-другой сейчас. Нет, ну это совершенно невозможно. Абсолютно. Нужно просто понимать однозначно. Так вот, я не берусь сказать, что будет через 200 тысяч лет. Нет, ну конечно. Не берусь. Но я могу сказать, что при сохранении нынешнего тренда не будет ничего. Как в знаменитой пьесе Чехова. Помнишь эту фразу? Через 200 тысяч лет ничего не будет. Помнишь чайки, да? Вот. Так вот, я совершенно подчеркиваю. Не будет ничего, потому что 200 тысяч лет назад здесь было то же самое. Здесь были вот эти 10% неандертальцев или петекандровцев, или как их назвать, я не знаю. Которые рисовали на скальную живопись и говорили, ребята, ну как же так? Ну так же нельзя. И было 90% вот этих, которые говорили, чады, 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 америка параша, победа будет наша. Было все то же самое. Прямая кишка никогда не станет сердцем. Она может ему мучительно завидовать и даже сокращаться в такт с ним. Но она никогда не станет сердцем. По одной простой причине. Она создана быть прямой кишкой. И эволюция прямой кишки, Саша, делает ее все прямее и прямее. Поживем увидим. Поживем увидим. Будьте здоровы. За 200 тысяч? Ура. Ура. Раздухарился, осмелился. Ой, бедный доктор. Я бедный, да. Жил-был доктор. Он был недобрый. Ну... Звали его нифига не яболит. Пошу тебе. Субтитры подогнал «Симон»